Всем привет друзья! Надеюсь вы помните нашего сталкера-новичка, который ровно полгода назад ушел от своих проблем в зону отчуждения и стал постигать ее истины. За полгода нашего сталкера не сожрала никакая тварь, он не попал в аномалию и выжил. За это время он выучил очень много правил выживания в зоне, но все равно он находился на кордоне и никуда не выходил из него. Собрал много полезных артефактов, продал их Сидоровичу и получил немного денег, чтобы отправиться дальше. Нашему сталкеру очень повезло, потому что процентов 70 или 80 новичков умирают сразу же на кордоне, не веря во все происходящее и не следуя правилам, по которым живет зона. Наш новичок оказался умным, он уже перешел из разряда новичок в разряд опытный и поэтому ему следует перейти на следующую ступень развития в зоне и отправиться на локацию свалка. На локации свалка, как ни странно, есть свои правила отдельные от правил кордона. Если новичок придет туда не зная этих правил, то он очень быстро погибнет, либо его просто возьмут в плен бандиты. Главные опасности, которые подстерегают вас на свалке, это конечно же радиация и очень и очень много бандитов, которые захватили свалку полностью. Аномалий на свалке не так уж и много, но они все равно есть, поэтому нужно быть осторожным. Как я уже говорил, главная проблема свалки для обычного сталкера, который хочет разжиться с артефактами, это бандиты и радиация. Но на свалке почти нету мутантов, поэтому оружие, которое стреляет в ближнем бою, оно не так уж и эффективно. А у нашего сталкера-новичка как раз таки после кордона и осталось ближнебойное оружие. Это обрез двустволки. Ну и еще пистолет, который малоэффективен против очень дальних целей, например, людей. Хотя на кордоне, в принципе, он более-менее подходил, потому что там стрелять слишком сильно не надо было. Кордон захвачен военными, а также сталкерами, и поэтому встречи с людьми там были очень ограничены. Ну а теперь нам придется все поменять. Так как у нашего новичка есть деньги, он их накопил, занимаясь продажей артефактами на кордоне, и в принципе ему можно взять новое оружие, которое более подходит для свалки. Давайте разберемся, что же нужно купить нашему опытному сталкеру, чтобы отправиться на следующую локацию, свалка. Дробовик нам там не нужен будет, поэтому его можно спокойно продать. Далее, костюм. Костюм у нашего опытного сталкера выполнен в светло-песочном цвете. Он подходит для кордона, но очень не подходит для свалки, потому что на свалке используются скорее более темные тона. Из-за этого нам следует сразу же поменять цвет костюма. Я предлагаю взять вот такой костюм, он темно-бежевого цвета. Как раз таки подходит для свалки. Ну и все сталкеры могут понять, что вы сталкер, если вы оденете такой костюм. Давайте поменяем. И вот таким образом стал выглядеть наш опытный сталкер. Далее, что нам следует поменять, это конечно же кепка. Кепка это конечно хорошо защищает от солнца, ну и так далее, но она очень плохо защищает от пуль. Точнее, не защищает вообще. А как вы поняли, с бандитами придется очень долго и упорно сражаться на свалке. Поэтому кепочку мы с вами продаем и покупаем какой-нибудь шлем. Например, вот такой. Под цвет нашего камуфляжа. Голову сталкера мы с вами защитили, но тело у нас очень не защищено. Поэтому нам придется потратить много денег и купить кое-какой бронежилет. Например, взять такой бронежилет. Он не такой уже мощный, но есть рюкзачок, куда мы можем сложить какие-нибудь вещи. Купим его, оденем и вот так наш сталкер уже будет выглядеть. После покупки снаряжения для нашего опытного сталкера, мы с вами должны купить какое-то оружие. Прошлое, пистолет и обрез двустволки мы с вами продали, потому что на свалке они неэффективны. Но перед покупкой оружия нам нужно узнать своего врага в лицо. Это бандиты. Итак, что из себя представляют бандиты? Их очень много на свалке, они по одному никогда не ходят. Ходят большими шайками по 3-5 человек и просто-напросто грабят сталкеров. Они их обычно не убивают, но не поймешь, какие бандиты тебе попадутся. Есть бандиты, которые просто забирают все деньги и отпускают сталкеров. Как говорится, доят, как коров. Ну а есть бандиты, которые берут в плен. Это обычно бывает, когда у вас нет денег и с вас нечего взять. Они бывают злятся, забирают вас на аномалии и вы там просто всю жизнь работаете, ходите и собираете артефакты для них. Ну это очень рискованно и вы можете в любой момент умереть. Ну конечно же бандитам на это пофиг. Им лишь бы, чтобы вы собрали артефакты. Именно поэтому бандиты на свалке это очень и очень опасный враг. Итак, что же у них есть из снаряжения? Снаряжение у них не очень хорошее. Обычно это ПП, различные дробовики и обрезы. Также бандиты любят пистолеты. От них нам очень поможет наша броня, которую мы недавно купили. Ну а чтобы их убить, потребуется какое-нибудь не бронебойное, не очень сильное оружие, которое стреляет на средних дистанциях. Итак, давайте же посмотрим, что у нас есть из выбора. Идеальным вариантом оружия для свалки были бы калаши. Но скорее всего у нашего сталкера после покупки снаряжения для себя не осталось денег на них. Поэтому этот вариант мы с вами убираем. И остается один хороший, но бюджетный вариант. Купить себе ПП. В сталкере она называется Гадюка. Давайте его купим, также прикупим для нее патрон и дадим нашему сталкеру. Оружие мы с вами купили и поэтому проблема с бандитами у нас решена. Осталась еще одна большая проблема. Это кучи мусора, в которых если неправильно вступить, вы попадете под огромное облучение радиации. Для этого нам следует применить тоже кое-какие детали. Чтобы минимизировать риск получения облучения радиации на свалке, нам потребуются следующие вещи. Первое это детектор радиации. У каждого уважающего себя сталкера он имеется, поэтому мы его обязательно берем. Ну и второе это взять какой-нибудь противогаз либо же респиратор. У нас на выбор есть два различных цвета респиратора, также различные противогазы. Ну мы возьмем наверное вот этот противогаз и давайте оденем его сразу же на мини фигурку. Таким образом в противогазе будет выглядеть наш опытный сталкер. Давайте его поставим. Но одного противогаза, а также детектора радиации мало. Если мы нечаянно по глупости все-таки вступим и облучимся. Для этого конечно же нам потребуются две бутылки водки. Они хорошо выводят радиацию. Но если вдруг мы с вами окажемся в перестрелке с бандитами, пить водку как-то не камильфо. Поэтому мы с вами сделаем следующее. Возьмем антирадин. А лучше побольше антирадина. И еще побольше. Да, я думаю столько антирадина хватит, потому что свалка это место очень ужасное. Это вам не кордон и играть с радиацией нельзя. Вы думаете, что мы окончательно решили проблему с радиацией, но это не так. Все-таки антирадина и водка нам могут не помочь, и поэтому мы можем облучиться и потратить свое здоровье. Чтобы его восстановить нам потребуется научная аптечка. И все, мы с вами полностью защищены от одной из проблем. Это радиация. Но остаются еще бандиты. И если вы думаете, что мы с ними все решили, то это далеко не так. Давайте решать и эту проблему. Если вы случайно попадете в перестрелку с бандитами, и вас попадут, вам понадобится армейская аптечка. Мы ее тоже берем. А лучше взять несколько таких аптечек. Ну что ж, теперь мы защищены от бандитов? А вот и нет. Давайте смотреть дальше. Когда вы только заходите на свалку, существует очень много бандитов, которые хотят поживиться вашими деньгами. Именно поэтому деньги с собой лучше взять. Если вы не сможете отбиться, вам проще расплатиться с бандитами, и чтобы они вас оставили в покое. В противном случае, если они у вас ничего не найдут, то, скорее всего, они вас отправят на каторгу. А там уже вы просто-напросто умрете, и вас никто не спасет. Также бандиты могут вас окружить. Вы все-таки попытаетесь дать отпор, но их будет слишком много, поэтому нам потребуются две гранаты. Это на самый крайний случай, чтобы, как говорится, убить их и попробовать не убить себя. Хотя это, наверное, не получится. Последним этапом защиты от этой угрозы будет являться обычный нож. Вы будете бить бандитов не кулаками, если у вас закончатся патроны, а хотя бы ножом. Это более эффективно. А также ножом можно открыть, например, консервную банку. Наш сталкер почти полностью экипирован и готов идти на свалку. Но нам следует взять еще кое-какие с виду незначительные, но очень важные вещи. Это болты, чтобы находить аномалии. Они не очень тяжелые, поэтому их легко можно взять. Бинокль. Он обязательно нам потребуется, хотя бы чтобы следить за бандитами. Какая-нибудь вода и, конечно же, куча еды. С таким снаряжением наш персонаж готов идти на локацию свалка. Шанс умереть у него значительно снизился. Но не будем забывать тот факт, что это зона. И лучше взять того, кто будет прикрывать вам спину. Хотя бы собрать отряд примерно из трех человек. Так вы сможете перевязать раны друг другу, отбиться от бандитов, ну и просто поговорить. Вторая часть выживания в зоне подошла к концу. Если вам она понравилась, я думаю, вам будет несложно поставить лайк. Также пишите свои комментарии с пожеланиями и предложениями. Всем удачи в зоне. Всем пока.